друзья всем привет всем привет мы снова в эфире многие интересовались почти куда мы делись куда мы исчезли но мы не исчезли мы на месте работаем помогаем людям выбирать автомобили хорошие автомобили и всегда ждем от вас вестей если кому-то надо помочь мы всегда это поможем ну и сегодня после долгого так сказать не выхода в эфир мы покажем автомобили покажем как всегда цены ну и все вам расскажем то есть зашли вот на одну стоянку такая стоянка то она большая очень большая к одному продавцу одному наверное самых крупных продавцов на авторынке сейчас по открываем покажем в каком состоянии продаются машины ну и соответственно соответственно цены кстати что касается автомобилей сложная ситуация то есть рынок то пустеет он наполняется тяжело очень тяжело купить машину именно в японии в связи с курсом доллара ну и вообще то есть ценник ценник он поднялся ладно не наверное я сейчас добавлю не потому что это сейчас курс доллара поднялся было не неразбериха с первым июля и люди боялись вести машины чтобы не попасть в какой-то просад даже паром стоял две недели на рейде машины не таможились но сейчас потихоньку машины стали вести ходили по зеленке допустим смотрели машины мы даже какие-то поиски люди заказывали мы их не брали потому что ну реально нету машин прям были пустые стоянки сейчас потихоньку стали завозить поэтому поэтому идем смотрим что есть что сколько стоит друзья начнем наверное вот с такой с новинки авторынка не как бы появились уже давненько но и тем не менее очень много навезли этих автомобилей toyota сечь р сейчас просто просто внешний вид кстати у них а линейка такие цвета прям разнообразные идут очень красивые и интересные такие автомобили мы еще для вас не снимали сейчас просто пробежимся горе немного по багажному отделению по салончику немного про них расскажем ручка видите вот высоко находится ребенку будет неудобно ну по месту по месту сиденья кстати идут с кожаными вставками обратите внимание в каком состоянии салон то все ночью какой-то пленки на пленку скорее всего конечно здесь уже постели лет из дверная карта автоматической стеклоподъемник колонка стаканник ну и стекло оно такое довольно довольно небольшое есть гибридные версии есть не гибридные версии ну ладно к этому сейчас мы вернемся именно на данной стоянке не побоюсь этого слова честный продавец у которого все аукционные листы настоящие данный сейшер аукционная оценка 4 балла я эту машину в статистике не пробивал но уверяю смело можно пробивать я думаю вы увидите то же самое аукционный лист и так пробег 30000 стоимость автомобиля 1 миллион триста девяносто тысяч рублей ручки переключения передач климат-контроль монитор кожаный руль машинка вот такого плана интересненькая красивый интересный цвет 1 миллион триста девяносто тысяч рублей ну вот смотрите мы уже вдвоем сели в соседний автомобиль в такого бирюзового цвета думаю видим вы видели он рядом стоял автомобиль стоимостью 1 миллион четыреста 80 до 480 тысяч рублей друзья обратите внимание на аукционный лист 5 а б пробег 19 тысяч километров новая машина лишь светло-зеленый да ну таких автомобилей конечно именно с аукционной оценкой 5 баллов это встретишь встретишь их крайне редко ладно так как мы не сидели в таких автомобилях что по месту ну я про себя могу сказать то что сел спереди в принципе в принципе мне удобно не знаю как сергей чувствуется за рулем нет за рулем все нормально то есть мы эти машины диагностировали не раз что мне здесь не нравится мне не нравится вот обзор нет то есть когда выезжаешь где-то старый со второстепенной на главную просто обзора нет никакого по месту ну примерно как везели это такие равноценные машины но уже выбор за каждым человеком по-своему то есть какие-то свои прелести это внешний вид этого автомобиля он привлекает они сейчас просто их не было и ценник у них был где-то миллион шестьсот миллион семьсот а сейчас они подешевели и вот пожалуйста данный автомобиль минимум 480 это 5 баллов 19 тысяч пробег новая машина значит они у нас бывает гибрид бывает не гибрид да не гибрид это 12 turbo 4 воды но единственное еще такое но можно сказать наверно минус все-таки машины что они не полноценный привод у него сзади стоит электродвигатель если брать сравнивать с honda и там стоит 4 вд полноценной и полноценный гибрид ну и тому кому как то есть эта машина не для того чтобы на ней ездить по каким-то горам там каким-то неровностям это городской такой кроссовер в общем идет сравнение с hr именно связи правильно да да идет сравнение с hr связи лям внешне конечно да вот именно по внешнему виду он привлекает очень многих людей доживут по городу они ездят смотрят люди особенно девочкам нравится женщинам находятся эти машины поэтому смотрите это дело каждому ладно пройдемся немного по салону здесь дверная карта пластик он более-менее мягкий идет здесь идет кожаная вставка комплектация у нас неплохая что у нас здесь есть по рулю руль у нас мультируль управление мультимедийной системой bluetooth ну и также тут движение по полосам камеры при столкновении вот они стоят и управление компьютером клима этот круиз-контроль то есть полный мультируль есть у нас авто дождь то есть датчик дождя ну и автосвет все-все полностью по стандарту электронный ручник контроль ой ручник электронный ручник контроль электронный ручник и вот очень интересная функция обратите внимание называется ну вот холт брейк холт это помощь при движении при остановке где-то на светофоре то есть когда едешь по городу можно тормозить вот эта кнопочка не то что эта кнопочка включаешь эту кнопочку у вас стоит переключатель передач на дэшке и вы просто тормозите отпускаете не надо держать там на светофоре тормоз вот эта функция отпустили тормоз машина поехала не отпустить дали газ машина поехал очень удобная функция постоянно чтобы нога не было на тормозе хорошие функции ладно не будем заморачиваться на одном автомобиле пойдем посмотрим что там угодно говорит ничего сразу кого-то будет вопросы я расскажу это популярно то есть все уже привыкли да у нас как есть нету там я думаю все догадались ладно идем дальше давайте с вами посмотрим еще на toyota довольно популярный автомобиль и toyota corolla filter есть гибрид есть передний привод есть автомобили 4 воды вот стоит три экземпляра серый серый это у нас идет до рестайл два темненьких черный и фиолетовый это у нас уже идет после рестайла комплектации хорошие начнем значит серого и так туманки повторители гибридная версия без литья рейлингов нету сзади установлен спойлер камера заднего вида есть гибридная гибридная версия по багажному отделению запаска у нас есть полноценная запаска багажное отделение видите неплохого такого объема задняя дверь крышка багажника в этих автомобилях идет пластик салон тоже идет пластик особой трансформации сидений здесь нету ну понятно то что задние сидушки задние сидушки у нас складываются далее руль идет обычный пластиковый идет климат-контроль ручник отключение звука е е в туманочки ставили здесь автоматический стеклоподъемник и складывания зеркал подсветка друзья все включается все работает здесь два бардачка и еще у нас один оригинальный японский аукционный лист пробег 125 тысяч вот знаете многие я горит хочу машину с пробегом 30 40 тысяч километров вот а где нам ее взять то есть давайте пример до приведем допустим вот этот автомобиль он стоит 680 тысяч до автомобиль у нас какого года года наверное 14 до 680 тысяч вот машине 6 лет как купить машину с пробегом 30 40 тысяч километров и готова выложить вот за данный экземпляр да не 680 тысяч а не знаю там 800 тысяч наверное нет поэтому выбирайте золотую середину какую-то итак аукционный лист замена капота замена капота ну в принципе все остальное нужно смотреть состояние кузова салона ccb 680 тысяч рублей не забыть выключите пойдемте посмотрим экземпляр экземпляр поинтереснее следующий следующий филдер в их сбе комплектация аукцион 4 балла таш на аукцион это хороший строгий аукцион кстати что касается аукционов несмотря вот на все вот эту строгость все больше больше идет не соответственно то есть по аукциону машина может быть она целая не бита не крашена по факту конечно встречаются автомобили и смененными элементами и с крашенными элементами так мы здесь у нас стоит другая решетка туманки здесь стоит родное японское литье зимняя резина понятно то что значит не актуально но тем не менее стоимость автомобиля 920 тысяч рублей черный цвет молдинги такого плана хромированные ручки по бокам обратите внимание есть обвесы ну багажное отделение давайте заходить мы туда не будем кстати вот 2 в xb стоит посмотрим по состоянию салона ну и конечно же посмотрим аукционный лист здесь другого плана коврики другие сиденья с кожаными вставками кожаный подлокотник дверная карта тоже немного отличается комплектация конечно хорошая цена тоже спинка у нас регулируется есть лифте день и здесь уже идет кожаный руль кнопка старт подогрев дворников датчик при столкновении движения по полосе свет полный мультируль то есть управление меню управления музыкой ручник где положено тот же самый климат-контроль пробег девяносто восемь тысяч на данном автомобиле аукционный лист 4 cc 97000 здесь 98 здесь забирали автомобиль с японии 97 993 по россии там фактически ничего не проехал кузов автомобиля идет целый но цена как бы конечно тоже не маленькая темный потолок чистейший ухоженный салон ну ребят реально здесь кстати вот прикуриватель прикуриватель и здесь японец сумму такую штучку юсб зарядку бардачок у нас ездит такого небольшого он объема ладно следующее филдер 15 год гибрид полтора литра сто четырнадцать тысяч пробег семьсот восемьдесят пять тысяч родное литье летняя резина такой же салон коврики другие идут три с половиной балла ну вот здесь смотрите о чем я говорю да честно продавец то все ничего не скрывает идет замена переднего левого крыла покраска передней левой двери покраска задней левой двери покраска заднего левого крыла w1 на это скажем так хороший качественный окрас сделанный в японии он в любом случае нужно смотреть я вам скажу даже больше да вот этот окрас именно w1 толщина меру не всегда возьмет то есть он может показывать как заводской слой краски буквально там плюс плюс 5 там 10 микрон в общем я к чему веду толщина мер тоже не всегда показатель нужен нужен опыт чтобы это все увидеть посмотрим с вами на семейный микроавтобус многие называют это минивенами и так это toyota но гибридная версия напоминаю есть гибриды есть не гибриды есть 4 воды есть семьи местные есть восьми местные автомобили такой блин здоровый полноценный басик закрытого почему-то он у нас закрытый водительская дверь открыта дверная карта тоже ребят тоже пластик все авто складывание ушей ставка сиденье все идет по стандарту две электро двери есть автомобили с одной электро дверью есть с датчиком кожаный руль мультимедиа система двойной климат-контроль ручки переключения передач здесь у нас идет беспроводная зарядка подогрев сидений подстаканчик есть два подлокотника мы второй ряд сидений видите два капитанских кресла между ними столик встречаются конечно но редко да со сплошной сидушкой шторки управления печка ну по месту по месту конечно здесь я думаю не надо рекламировать место здесь много очень много места вот такое ощущение то что ты сел до перед тобой не значит целый автомобиль за первых это длинная торпеда капот ну края капота мне не видно в общем габаритом такого автомобиля нужно будет привыкать так аукционник аукционник лежит здесь друзья аукционный лист есть даже лот кстати некоторые приходят смотрят автомобиль сбивает его по номеру кузова да вот есть лот по номеру кузова он не пробивается есть такие автомобили вот что пробить нужен именно номер лота и так аукционная церк оценка r пробег сто тридцать восемь тысяч пятьсот тридцать километров ну практически 140 вот что касается гибридов здесь нужно смотреть именно на именно на состояние батареи то есть стоит два автомобиля с пробегом там 100 до и 150 тысяч вот автомобиль с пробегом 100000 батарейка может быть кончено 150 может быть как новая она может быть обслуживание обслуживание на по японии ладно переключаемся на следующий гибриды стоит 2 альфы 13-14 год разные комплектации белая цвет фара идет линзованные туманки омыватель фар серая фары простые туманки есть омывателей нету так беленькая стоимость у нас стоимость у нас к сожалению здесь не указано на серой на серой тоже стоимости нет ну такие автомобили стоит 850 и выше возьмем гибрид поменьше toyota aqua тоже довольно популярный автомобиль выбирают люди между аквами и фитами ну aqua она идет конечно по дешевле fit идет покруче по внешнему виду и по своим характеристикам вот здесь аукционная оценка на автомобиль три с половиной балла пробег 123 тысячи по кузову получается крашена переднее правое крыло салон д.д. по комплектации по салону тоже довольно много комплектаций давайте сядем посидим посмотрим что по месту дверная карта идет у нас пластик здесь у нас идет пищалочка вот такого плана идут у нас дульки тоже сплошной пластик бардачок ничего интересного у нас здесь нету постоянно садимся со стороны водителя давайте посидим со стороны пассажира ну по месту здесь в принципе в принципе нормально солнцезащитный козырек подсветочки нет зато подсветка есть у нас вот здесь натоптал немножко узнаете почему сюда сел потому что здесь нету коврика а здесь поселен коврик вот ручки переключения передач ручник тоже полу где положено здесь у нас спрятался прикуриватель климат-контроль полный мультируль есть полный есть неполный мультируль и так далее туманочки тоже оставили здесь сзади тут по накидано неинтересно стоимость автомобиля 660 тысяч рублей ну вот далеко не отходили от вот этих альф стоит черная фары тоже линзованные хорошая комплектация четырнадцатый год ну резина правда такая как бы не очень литье кстати вот это идут колпаки 895 тысяч хромированные ручки хромированные ручки бесключевой доступ такой светлая знаете какой-то серенький салончик верхний бардачок нижний бардачок ребят прикиньте кассету нашел интересно куда я здесь вставлять это кассета 1000 лет кассета эти не видел что-то очень интересного у нас есть аукционе конета но я думаю его предоставят какие-то японские наклеечки здесь лежат тоже русские переключения передач кожаный руль обратите внимание он в хорошем состоянии такой незатертой мультимедиа система сверху идет бардачок такой вот очечница а вот он аукционный лист у нас спрятался и так оценка r покрас окрас передней левой двери задней левой двери заднего левого крыла пробег 131000 с комплектация идет на этом автомобиле not второй ряд сидений да здесь конечно может похвастаться место место здесь довольно много плюс сидения ряда у нас еще ездит вперед назад по передней части автомобиля место в принципе нормально но когда я вот сажусь допустим что фильмы что в альфа как-то мне вот по высоте здесь если честно не особо не особо нравится потому что я люблю сидушку задирать вверх чтоб я видел что происходит перед автомобилем да и начиная биться головой следующий альфа такого темно-серого цвета 13 год аукциона оценка три с половиной балла пробег 120 2000 стоит она 890 тысяч рублей давайте посмотрим аукционный лист и пойдем пойдем дальше посмотрим гибриды 122 аукционный лист автомобиль автомобиль весь идет целенький без замен для замены элементов honda визель гибрид 4 воды есть не гибридные версии комплектация excel хорошая комплектация кожа подогрева 1 миллион сто девяносто тысяч рублей 5 закрыта видим аккумулятор севший автомобиля поэтому по открывали нам только вот с водительской стороны дверная карта пластик кожа тканевая вставка сидение ткань кожа кожаный руль здесь уже ближе знаете как космическому кораблю до садишься вот уже как-то вот панелька поприкольнее все сделано кузов целый три с половиной балла с к с на капоте нужно будет его посмотреть в случае покупки автомобиля здесь ребята у нас все сенсорная электронная здесь у нас подстаканник бутылочница вот такого плана подлокотник тоже идет кожаный подсветочка до аккумулятор автомобиля сел подсветка даже не горит зеркало тоже вот здесь загорается подсветка airbagi торпеда ну такой конечно идет пластик здесь у нас спрятался спряталась такая вот ниша небольшая разъема hdmi и usb по месту ну опять же да смотря с чем сравнивать но я вот допустим сел принципе мне комфортно единственным не вот коленка да она у меня упирается вот в эту консоль немного немного как бы неудобно break hold режим спорт кстати если автомобиль гибрид и ты включаешь спорт режим то он автоматически переходит на работу бензинового двигателя то все он не глохнет лепестки мультируль круиз-контроль управления музыкой телефоном управление меню можно включить эко режим следующий визель комплектация кожи 14 год пробег ребят пробег 23000 на киа на автомобиль 1 миллион сто тридцать тысяч рублей что первое что 2 это все передний привод 4 балла 23000 кузов знаете кузов то в принципе целым вот указаны какие-то косички нужно толщину мерам пройти пробежаться посмотреть ru 3 ru 4 это 4 воды 2 ряд сидений не показывали дома вам вот в принципе нормально кстати вот здесь у нас трансформируется вот таким планом сидушки как на фите есть подлокоте ну подлокотник здесь конечно какой-то он идет обрезанный полка в багажнике тоже у нас имеется также есть прикуриватель для почему-то все называют прикуриватель да я туда же прикуриватель прикуриватель друзья не прикуривателя розетка на 12 вольт давайте будем так с вами выражаться вот она задняя задняя часть автомобиля еще один везер ладно хватит веселей форестеры все знают то что мы любим форестеры зимняя резина литье багажное отделение вот поверьте форико найти с таким багажным отделением в плане несарапанным довольно таки сложно из кроссоверов у него наверное самый большой объем багажника но именно вот если сравнивать аналог да это x-trail не знаю машины это ли не машина полноценная запаска идет в хоре кинуть про форестер уже много сказано есть труба версии есть не turbo версии второй ряд сидений я вам скажу в салончик у него такой довольно чистый аккуратно мультируль полный нет не полный мультируль так ну не знаю что такое напишите в комментариях как вы думаете откуда это здесь взялась и так 4 балла кузов целый пробег 119 тысяч стоимость 1 миллион сто восемьдесят пять тысяч рублей музыка пульт управления японии сделал регистратор все здесь идет у нас по стандарту кожаный мультируль переключением няша убила вот это вот если честно рассмешила не могу значит по место здесь много места в рекламе не нуждается еще один вариант из минивэнов toyota toyota isis мало таких автомобилей осталось мало смотрите чем нравится этот автомобиль у него нету центральной стойки смотрите сколько места сидушка у нас также давайте начнем с аукционе к 4 балла cd 129 тысяч пробег кузов автомобиля целый до хороший комфортабельный семейный автомобиль сиденье у нас двигаются вперед-назад и на эти очень удобно сложили столик подвинули очень много места второй ряд машины не знаю видимо только пришла потому что салон еще такой не убранный вот эти сиденья тоже у нас двигаются вперед-назад они у нас складываются багажное отделение третий ряд складывается в ровный пол здесь какой-то мониторчик выведен вот эта сидушка на ночью полностью поднимается откидывается вперед сейчас мы этого делать не будем кожаный руль но я вам скажу так в данном автомобиле нужно нужно будет позаниматься стоит он но недорого стоит стоит он 715 тысяч так и сейчас можно я сейчас заканчивать будем на исисе закрытого закрыт электро дверь есть комплектация но электро дверью есть комплектации с двумя здесь две электро двери но видим аккумулятор тоже севший